Ничего, кроме военных танцев с саблями, путинская Россия на мировом уровне представить не может. Технологий нет, наука доживает по инерции, рубль упал в два раза со времен украинского кризиса, экономика стагнирует, похвастаться нечем, а надо себя каким-то образом показать, ну вот остается показывать танки. При этом мне кажется очень важным, что накопилось какие-то качественные изменения восприятия Владимира Владимировича Путина со стороны Запада, которые уже перешли какой-то рубеж. То есть раньше Запад старался закрыть глаза на отравление Литвиненко, и только благодаря мужеству его вдовы Марины удалось протащить вот эти судебные решения в Лондоне, когда действующая власть им сопротивлялась. Было признано, что он отравлен государством по имени России. Но если бы это был один Литвиненко, а Скрипали, а Навальный, а сбитый Боинг МХ-17, где прокуратура, кстати, потребовала пожизненного срока заключения для четырех главных фигурантов. А это голландская прокуратура, она занудная, то есть она долго готовится, но собирает такой объем доказательств, против которых идти тяжело. Так вот, эти количественные шаги переросли в новые качества. Мне кажется, что Запад начал понимать, с кем он имеет дело, и как с этим персонажем надо себя вести для того, чтобы он держал себя в руках. А представьте себя на месте персонажа, втянуть манипуляторы назад в рукава, это значит потерять лицо. Остается только еще сильнее нагнетать ситуацию, виртуальную, потому что в Кремле прекрасно понимают, что реальные военные действия на границе с Украиной, серьезные военные действия, войсковые операции, будут катастрофичны. Прежде всего, потому что, несмотря на огромное преимущество военной силы, легкой и быстрой победы не будет. Это не будет ни маленькая, ни победоносная война, и непонятно, чем она закончится. То есть, понятно, можно эти территории оккупировать, но заставить людей на этих территориях себя любить невозможно. Соответственно, придется проводить репрессивную политику по образцу товарища Сталина в конце 30-х годов, в завоеванных Прибалтике и соседних территориях, скажем, Западной Украины. Репрессии. Так что война не только катастрофична для Путина, но она еще контрпродуктивна. В современном мире вообще войной вопросы не решаются. Они решаются только в Африке, в Азии, там, может быть, Латинской Америке. Развитый мир понимает, что это просто не подход для современных развитых государств. Можно конфликтовать, можно ссориться, можно делать заявления, но хвататься за рукоятку ядерной дубины просто бессмысленно, не комильфо. А Путину не за что больше хвататься, на самом деле. Вот он и организует эти страшилки. Но самое-то неприятное, что Запад хорошо понимает, что это страшилки. Это страшилки. Хорошо понимает, что это блеф. И в рамках той информационной войны, которую Путин ведет, он отвечает предельно жестко. Будет больно. Вот красные линии, которые в изобилии изображает Владимир Владимирович Путин, виртуальные, они на самом-то деле обозначены Западом. Вот если будет нанесен удар, то вы получаете вполне понятные прозрачные последствия. Но считайте, что вам больше надо. А вместо России огромное виртуальное пространство, которое все можно рисовать красными линиями. Только кто их всерьез-то воспринимает? Все понимают, что фломастер, которым эти красные линии рисуются, куплен на твердую валюту, полученную за экспорт нефти, и произведен не в России. Потому что технологии производства фломастеров в широком смысле этого слова, они заимствованы с Запада. Так что над Западом не каплят, а вот над Путиным как раз каплят. Потому что если он все время кричит, волки, 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 вот я завтра, вот я сегодня, вот я послезавтра, а этого не происходит, то постепенно говорят, тю, батенька, о чем с тобой говорить? И в этом угроза. На самом деле есть элемент серьезной угрозы. Потому что Путину нельзя потерять лицо. Я думаю, что на Западе сейчас придумывают варианты, как бы ему отступить, не потеряв лица. Как это было сделано, когда Израиль убил какого-то там главного иранского физика, ядерщика. И чтобы иранскому руководству можно было сохранить контроль над своей территорией, ему надо было показать своим избирателям, что нанесен сокрушительный удар по агрессору. Ну и, соответственно, я не знаю, как это было согласовано, но, видимо, было согласовано. Предложили иранцам пустую военную базу, по которой они наносили сокрушительный удар. После чего иранский избиратель с чувством глубокого удовлетворения счел себя отомщенным, проблема была благополучно спущена на тормозах. Вот сейчас Владимиру Владимировичу Путину что-то, наверное, в Западе придумал. То есть Запад даже еще должен решать за него проблему, как ему выбраться из этого угла, куда он себя загнал, с минимальными репутационными издержками. И я думаю, что в отличие от вот этих половецких плясок, которые происходят в публичном пространстве, что, в общем-то, само по себе говорит о том, что это работа пропаганды. Никогда дипломатические обсуждения не публикуются до того, как они обсуждены по закрытым дипломатическим каналам. А здесь вот этот самый набор требований, он вывален в публичное пространство, специально вывален, чтобы это сделать темой для обсуждения, чтобы народу испугались, чтобы цены на газ подскочили, чтобы слабый буржуазный, толералистический, презренный и прочее, испугался и отступил. А он уже наелся путинскими эскападами. Он не будет отступать, потому что просто не видит в этом смысла. Да и некуда ему уже отступать. И Владимиру Владимировичу некуда отступать. И вот именно в этой ситуации неограниченное нагнетание риторики может привести к непреднамеренному конфликту. Путин, конечно, не хочет войны. Он, конечно, хочет стантовать победный танец на лезвии ножа в расчете на то, что Запад струсит первым. Но вот эмпирический факт показывает, что что-то Запад отказывается трусить. Он не хочет войны, и он не скрывает этого. И он даже, я думаю, прорабатывает вот эти варианты некоторого смягчения того позора, который, в общем-то, Владимира Путина, как, кстати говоря, господин Лукашенко ожидает. Ведь господин Лукашенко, который бежит на два корпуса впереди Путина, полностью облажался со своими мигрантами. Он их привез, он их притащил к границе. А их туда возьми и не пусти. И теперь господин Лукашенко с этими тысячами людей не знает, что делать. Выгонять их назад, ну, это значит признать, что проиграл. Кормить их, держать их ему не по карману. Загнать их на территории Польши не получилось, на территории Литвы не получилось. Сейчас он пытается и загнать на территорию Латвии. Это похоже на поведение вот того же самого серенького млекопитающего в углу. И с Путиным то же самое. Это два брата, ну, скажем так, сводных. Не родных, а сводных. А может быть, двоюродных. Да, с общими, с какими-то общими корнями. Дмитрий Борисович, вот когда вы говорите, что, значит, это действительно... Ну, вы сказали страшилки и блеф. Вы сказали про эту самую знаменитую байку «Волки-волки». Вот из этого абсолютного цукцванга могут быть так навскидку. Я тот еще, конечно, прогнозист. Но три разных выхода. Значит, одна история, это действительно про бесконечный троллинг. И надо сказать, что в этом бесконечном троллинге и в этой бесконечной риторической эскалации тут это соревнование идет уже очень давно. И как-то выясняется, что кто бы что бы и где ни сказал, какие бы самые острые слова не прозвучали, какие-то немыслимы в дипломатическом мире, про убийцу, про одно, про другое. Вот сейчас уже, значит, говорят, когда высылают дипломатов из Германии после убийства Хангашвили, уже не в модальности «highly likely» русские это сделали, а совершенно определенно говорят, говорят «вы и убились». Вот. И, значит, с другой стороны, там, я не знаю, Лавров всех на свете обвиняет в неадекватности. То есть ставки повышаются и повышаются и повышаются, и мы видим, что, ну, как бы, ну, повышаются. И действительно все стали говорить, как нельзя было себе представить несколько лет назад, но происходит ничего. Тьфу-тьфу. Второй вариант – это когда загнанный в угол, действительно, тут все ваши метафоры про крысу, президент, опасающийся действительно, что по аналогии с «Волки-волки» его в какой-то момент перестанут слушать, совершает некоторые резкие ходы и поворот, какие, в принципе, в своей жизни совершал. Резкие ходы он совершал. Не знаю, в том ли он сейчас состоянии, но такое было. И есть третий вариант – когда эскалация, эскалация, никто войны не хочет, но случается один какой-то несчастный выстрел. Может быть, даже не по чьей-то воле. И война в этот момент начинается уже сама собой, даже без абсолютного какого-то выраженного желания сторон. Вот какой из этих трех вариантов вам как-то… Не то, чтобы я просила вас прям давать железные прогнозы, но вот как вам кажется, какой из них… Ну, железные прогнозы вообще не бывают. Железно нам только обещали построение светлого коммунистического будущего, как вы знаете. А так, ну, как говорят специалисты по экономическому прогнозированию, прогнозировать вообще трудно, особенно когда это дело касается будущего. Так вот, все три варианта возможны, но не равновероятны. Мне представляется, что самый вероятный вариант – это вот отступление Владимира Путина, сопровождаемое какими-то риторическими победами. То есть, задача Запада сейчас – сделать так, чтобы политическое поражение Путина не было очевидно его сторонникам. Ну, в общем, это абсолютно решаемая задача, потому что, например, понятно же, что Путин проиграл Украину. Никогда до Владимира Владимировича Путина ближайший к нам народ, ближайшая к нам культура и по языку, и по религии, и по общей истории трехсотлетнего не был так далек, и тем более не готов был смотреть на нас в прорезь прицела. Владимир Владимирович этого добился. Ну, в пропагандистском пространстве объясняют, конечно, что виноват Запад. Ну, понятное дело. Но если берем сухой остаток, без вот этих интерпретационных разговоров про кто там, кто куда вторгся, то видно же, что у Путина, или у России до Путина, были нормальные деловые, иногда конфликтные, иногда благополучные отношения с Украиной. И, кстати говоря, тогда не было особенной проблемы в снабжении Приднестровья. А теперь это очевидный военный противник. Мы о чем с вами говорим? О возможной войне с Украиной. До Путина это в голове не могло быть. Значит, это что? Историческая заслуга Владимира Владимировича Путина? Нет, это его историческое поражение. Другое дело, что телевизионный формат нам показывает, что замечательно. Из этой свалки, которой, собственно говоря, не было, потому что какая свалка-то? Просто один президент бежал, парламент в такой ситуации взял полноту власти на себя, провел новые президентские выборы. Тогда все патриоты хором кричали, что выборов, а, не будет, б, если не будет, то никакого этого президента России не признает. Признала, выборы состоялись. Еще уже второй президент. Украина развивается, причем, во всяком случае, немедленнее, чем Россия. Да, вот оно, довольно очевидное поражение. Путину надо как-то отыгрываться, в том числе для того, чтобы сохранить статус крутого пацана в своей собственной группе поддержки. Ведь для того, чтобы пацана уважали, он должен быть серьезным. Пацан сказал, пацан сделал. А у пацана не очень хорошо получается. То есть, получается так, что Россия в результате оказывается проигравшей стороной. И вот теперь он, значит, растопырье в пальцы идет в атаку, причем виртуальную, потому что в реальной ситуации атаковать кишка тонка. Понятно, что Запад по-любому не хочет войны. Выиграет он, проиграет он ее. Любая война, это будет катастрофа с точки зрения развитой части человечества, того самого золотого миллиарда. Владимир Путин объяснил, что они-то сдохнут, а мы в рай попадем. Ну, я не настолько сильно люблю Владимира Владимировича Путина, чтобы утешаться тем, что когда он затерет войну, я попаду в рай. А вдруг не попаду. А он мне может гарантировать построение светлого коммунистического будущего в раю? Боюсь, что нет. Поэтому, я думаю, самый такой вероятный сценарий это все-таки деэскалация, которая будет сопровождаться виртуальными победами. Боем барабанов. Ну, в любом случае нам расскажут, что Путин победил, это понятно. Уберег мир от ядерной катастрофы. Ну, еще чего-то он очень хорошее сделал. Наверняка. И многие люди даже в это поверят, как это принято. Но те, кто голову держит не в телевизоре, а, в общем, как-то так на ветерке и, соответственно, проветривает на мозги, понимают, что Путин Россию привел в фазу долгосрочного стратегического сокращения собственной влияния, сделал русский мир путинскими руками токсичным, унизил российскую культуру в мировом культурном поле и так далее. Конечно, можно во всем это обвинять Запад и будут обвинять Запад, но ведь достижение оценивается в конечном итоге по сухому остатку. Так что, я думаю, что, да, Путин победит виртуально, конечно, и отступит. Второй вариант тоже может быть вполне, но, мне кажется, он значительно менее вероятным. И, конечно, третье место по вероятности это буквально там, может быть, даже первые проценты, если не доли процентов, это то, что кто-то случайно нажмет на кнопку. Все-таки, да, собственно говоря, наверняка будут провокации, там, и наверняка уже появляются там люди, которые на линии разделения ДНР, ЛНР и Украины что-то там наверняка затеют, и, может быть, даже там будет какая-то пальба достаточно серьезная, что, в общем, никому радости не принесет, кроме как тем, кто под шум этой пальбы, как во время разведки боя, потихоньку свернет знамена и отступит с победным выражением на лице. Так что ни один вариант не исключается, но номер один, мне кажется, наиболее вероятным, отвечая на ваш вопрос. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но Дождь это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайтесь для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости, рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность, подпишитесь на Дождь, tvrain.ru слэш подписка и мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.